В свое время я столкнулся с потрясающим ощущением, оно называется отсутствие сомнений. Моя доктрина звучит приблизительно так – хорошо, когда выбора нет. Все говорят – хорошо, когда есть выбор, а я говорю – хорошо, когда выбора нет. Тебе не приходится выбирать, заниматься музыкой или не заниматься, этот вопрос не стоит у тебя, вообще не стоит. Конечно, заниматься. Поэтому, когда мне говорят, например, подходят ребята молодые, говорят – послушайте, я тут записал демо-песню, послушайте, стоит ли мне вообще заниматься музыкой – вопрос. Я говорю – не стоит сразу, потому что ты сомневаешься в том, что тебе стоит или не стоит. Я когда стал писать первые песни, я сначала писал по-английски, потом я уже в достаточно зрелом возрасте увлекся написанием на русском языке. Я к тому времени просто уже был более-менее профессиональным аранжировщиком и, скажем, отчасти где-то звукорежиссером, и я закончил музыкальную школу по классу классической гитары и так далее. Ну, с музыкой меня очень многое связывало. Я играл в бандах разных и так далее. И я в определенное время бросил заниматься музыкой. Я как раз был менеджером. Я продавал музыкальные инструменты, я был менеджером по маркетингу в одной очень крупной компании. И в определенный момент я понял, что я просто даром трачу свое время. Как бы сказать, да, зарабатывал деньги, но я не чувствовал, что я живу. То есть, я просто день за днем делал какие-то повторяющиеся действия. Производил. Вот и все. А потом я как-то вспомнил все-таки, что я два-три года не занимался музыкой и решил заняться снова. И я встретил ребят, встретил своего будущего друга Макса. Он меня подбил на это дело. Я в итоге уволился, продал машину, еще что-то. Мы купили очень много всяких разных музыкальных инструментов, программ, компьютер купили и так далее. Начали записывать, начали делать сначала английскую музыку, а потом я отделился, так сказать, пошел своей дорогой и стал русской музыкой заниматься. Это дало мне ощущение отсутствия сомнений, что у меня не было вопросов никогда, заниматься этим или не заниматься. Моя жизнь с тех пор просто поменялась, поэтому я вообще не понимаю… Сомнения хороши при выборе обоев, но при выборе пути сомнения не может быть. То есть, если ты сомневаешься, значит, это точно не твой путь. Когда ты идешь по своему пути, ты делаешь то, что ты должен делать действительно, то, что тебе предназначено свыше, то ты делаешь это с полнейшей самоотдачей и полностью уверенность в том, что ты делаешь. А что касается физической формы, то это просто нельзя же себе запускать, пузо отрастить, щеки и так далее. Нужно же быть как-то в форме физической в случае чего. Мало ли какая опасность подстерегает человека в современном мире? Кхе. 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 Кхе.